Доброго дня суток, с вами Саймон, и мы продолжаем играть в Prison Architect. В ютуб... на канале... на ютубе я писал о том, что вчера серия может быть и не быть. Да, её не было. К сожалению, после того, как я закончил записывать серию, я зачем-то взял и сменил язык в настройках, на английский. И... сейчас закроюсь меню, когда... ну, когда все языки прогружаются, ну, лагает, конечно же. Просто все объекты, и люди, и столы, ну, вообще всё стало чёрными квадратами. То есть, как я понял, слетели текстурки. Всё бы хорошо, но... Поскольку здесь стоит автосейф, то он сохранил игру, и, конечно же, откат на одну серию в игре не смог сделать. Да и убрать автосохранение нельзя. То есть, вот, таймер, например, сейчас я на 6 попробую поставить. Никак. На 11... Тоже никак. Возможно, всё это из-за русского языка. Не знаю. Тем не менее. Не так уж и далеко от серии мы оторвались. Вот. Но, тем не менее. Всё равно жалко. Вот. А тут строится у нас... Построены уже карцеры. Карцеры. Тут у нас строится. Ещё один блок, где будет прачечная совмящённая. Вот тут уже можно видеть. Стена стоит. Прачечный. Вот сделано ещё один сектор такой. Плюс. Я научился назначать охранников на патрули. Проложу. Ещё несколько маршрутов. Так же у нас есть программы. Мы вот программа по безопасности на кухне. Вот у нас, кстати, один заключённый был заинтересован, а теперь 0. Так же. Может быть, на кухню наймём мы всё-таки работничков. Ещё. Ещё сейчас найду, что сказать. Вот сюда хочу купить эту зону за 80 тысяч и туда перенести всё ЖКХ и административный центр. Ну, я не знаю, почему. Администрацию. Почему я называю это центром, я не знаю. В общем-то, сейчас у нас такие планы. Тем не менее, у нас может быть бунт. Вот. Аж у 11 заключённых есть жалобы. Два довольные и 4 нейтральные. Вот. Ну, а как что и всё остальное случилось здесь вы увидите в той серии, которая была до этого, в 4 серии, в которой произошёл этот инцидент. Её я выложу. Почему бы и нет? Потому что, в принципе, мы практически с конца той серии начинаем. Поэтому, ладно. Что ж, поехали. По пути ещё расскажу, если что-то забыл. Вот здесь у нас я кусочек склада отобрал и сделал кладовку. Здесь у нас всякие отбеливатели для уборщиков. Наверное, именно поэтому они так медленно убираются. Вот. Так, здесь у нас двери как-то неправильно встали. Давайте их демонтируем. Демонтируем. Давайте это тоже демонтируем, а то мало ли. Так, это тоже. вот, ну и как, как и говорил, наша прибыль с ростом тюрьмы, хотя бы сказать, больницы, будет уменьшаться. Вот. это, конечно же, можно предотвратить. Умень, вместо поваров взять заключённых, зэков. Так мы сэконом 200 долларов в день. но, тем не менее, но, тем не менее, много на этом не сделаешь. Нам нужно именно делать мастерскую. Вот она. Сделаю ею, наверное. а вот здесь я сделаю вот здесь почему бы и нет в конце-то концов почему бы и нет я еще здесь кстати планирую сделать проход чтобы из этого блока заключены быстро могли попадать вот в этот блок чем бы не давайте так и сделаем демонтируем душу поставим сюда дверь и я кажусь разобрался зачем нужны такие двери дверь дистанционного управления разобрался то за кадром я просто расстроившись так зашел на сохранение на это посмотрел чуть-чуть до этого чтобы знать вообще о чем рассказать сюда забрел смотрел так опа что это у нас тут новенькая но опять теперь мы можем делать пост видеонаблюдения да и можем восстановить контроль системы дверей я так понимаю с этого поста охранник может открывать двери дистанционного управления вот это я не знаю что нужно будет включить английский язык посмотреть за кадром я так понимаю это таймер на открывание двери а этот двигатель для дверей дистанционного управления вот как это понимаю да сюда кстати я заметил тут нет лампочек давайте парочку поставим эти окна в прачечную и вернем сюда двери отлично тут у кого-то есть лампа здесь вот здесь нет лампы и вот здесь нет лампы еще вот здесь и вот здесь и кстати давайте убежим эти окна они теперь уже ни к чему им поставим эти окна в прачечную обозначим что это у нас камеры ну тюрьмам постепенно растет вот уже двадцать две камеры у нас будет для заключенных это очень неплохо у нас кстати иногда почему-то вода не доходит до адресатор нам посмотреть все ли теперь доходит все ну давайте уже ставить кровати где они у нас и туалет отлично так дальше ну что мы сделаем дальше в принципе вот здесь можно сделать небольшой такой комнат отдыха вот здесь вот где заключенные могут посмотреть телик ну а вот здесь все таки я хочу сделать прачечную что вообще нужно для прачечной и что вообще можем еще сделать вазовет пост охрана мастерская кайзни так стоп 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 что-то о бунт начался погодите давайте-ка остановим немножечко посмотрим все бунт похоже начался там вот кричат и да вот все блокируем двери ну можно вроде бы как разблокировать я думаю все нормально он ранен то есть не сделать вот но пока что к счастью только один человек спровоцировался и и по уменьшается уровень опасности как ни странно почему-то уменьшается мне казалось наоборот час будет расти за этого инцидента но к счастью все наоборот зачем это сделал думал лампу отменить вот мы потом просто медпункт где исключенные охранники смогут лечиться так ладно для прачечни что у нас нужна помещение стиральная машинка белевая кодина давайте все это разместим стиралки где у нас стиралки так не могу были найти ладно давайте сначала комнату нанесем пачечная думаю будет здесь по праву ну 2 на 4 пусть пока будет перевернуть ее это понимаю нельзя эту машинку почему-то а жаль стопа доску доску может почему машинка но эти тогда вот так их поставить блин да тесновато все-таки и корзинки давайте ставим сюда и поскольку эти корзинки потом уедут давайте сюда клади кладильную доску поставим ну да практически очень маленькая я с вами полностью согласен думал как то это придется все-таки все покомпактнее расположится давайте вот здесь сделаем проход погодите-ка здесь у нас будет стена вот здесь гладильная а блин она три в ширину окей ладно здесь будут белевые доски вот здесь они смогут здесь проходить вот вот так все компактно будет конечно уж даже слишком компактно каком еще можно понять психолога кинолога и доктора доктора да кстати можно взять грант да на на вот на это вот на это хотя давайте-ка вот что сделаем вот здесь еще вот так вот продолжим и сделаем прачечную побольше вот так вот и туску мы принесем сюда вот сюда вот сюда корзинки вот сюда две корзинки думаю пока что будет достаточно ну вот как то так потом конечно же думаю и нет-нет но потом в принципе очищены можно будет поставить куда-нибудь на место вот этих вот складов да то есть место у нас особо освободится но потом если что и подумаем куда бы еще что разместить там так мы окружились стенами установить установить что касается мне установили дверь не понял вот это вообще не все да ну что я вот сюда немножко заехал понятно окей так откроем уже прием новых новых заключенных проведем трубы вот сюда трубы не хватает забыл значит и вот сюда ну да ну да очень маленькая прачечная никуда не годится ну ладно пока что есть а вот сюда давайте еще камеры разместим две камеры дверь демонтируем и поставим двери вот здесь вот здесь вот такие у нас будут нестандартные камеры с обходом снаружи скажем элитные камеры так сделаем пометку так у нас 24 камеры почему я думал что 22 будет ну значит тебе будет 26 камер не беда она или и электричество нужно теперь че пройдем еще сюда вот подвык вот так вот потом вот 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 Так, ладно Думаю, самое время задуматься О лозавете Куда бы только вместить Думаю, вот сюда можно вместить К тому же Он небольшой, да Давайте так сюда и поместим Почему бы и нет, в конце концов-то И демонтируем этот окно тогда уж Так, сюда нам нужно Еще Электричество Да И давайте, что ли Окна Вот эти у нас есть Несколько окон, да Вот это вот это большое окно Поместим Не знаю, вот сюда Можно большое окно У нас есть в запасе Что уж там склад-то Занимает у нас Давайте так Поместим Ну не знаю, давайте вот сюда Вот сюда Вот сюда И вот сюда Отлично Ой, я это нечаянно извиняюсь И поставим сюда стену Так, пожалуйста Сходи вот сюда Мне очень интересно посмотреть Что у нас на складе творится Все завалено Ну, настоящий склад Так, и воду я забыл провести Окей Так, у нас Надо еще одного садовника И уборщика Нанять Они не справляются Так, давайте сюда Наймем Три работника Да Отлично Почему-то уборщик сам понес Все это дело Потом, когда там появятся работники Уборщики просто отойдут в сторонку И начну просто все подметать Посмотрим Так, вот теперь Можно уже какую-нибудь программу сделать Да, вот Отлично Будет день Вот Вот эту программу мы сделаем Так, вход Давайте-ка Сделаем сюда Вход сделаем Не знаю Давайте вот здесь Может быть надо и офисную дверь, да Давайте поставим офисную дверь Да Тем временем Уровень опасности До нуля Снизился Снизился Это Отлично Вот Наверное, потому что Новая чистая одежда Наконец-то Заключенных Так Интересно У нас кто-нибудь Скоро выйдет из тюрьмы Вот Вот этот Скоро может, да Кто еще Кстати Не спит человек Еще Дея зэков нам Доставит Это Просто Прекрасно Да Можно Аж Две доставки Выдержать Полина, конечно Потом Будет сидеть В общей камере Но да Ничего И думаю Нужно расширять Что-то делать У нас Блин Да Точно Я вспомнил Я же сюда Хотел Вот Расширить Расширить Нашу столовую Блин Как же я мог забыть Вот это Косяк С моей стороны Косяк Да Понятно Понятно Тогда Вот эту Всю зону Я Под столовую Заберу Вход В комнату Для посвящения Семьи Я сделаю Здесь сбоку Здесь просто Немножко Еще огоражу Все это дело Отлично Тогда Медпункт Я перенесу Пожалуй Чтобы даже вот сюда Такую небольшую Пристройку сделать Или вот сюда Почему бы и нет Да Окей Давайте тогда Займемся этим Сейчас это тогда Отменяем Дверь демонтируем Сюда Давайте-ка Чтобы здесь была Дверь Да То здесь Такую Пристройку Сделаем И сюда Поставим Дверь Воду не подвели Туда Да Сейчас А нет Нет Просто еще Не поставили На место Вот у нас Ранен Бунтаж Ну Кстати Скоро Выйдет Че же У нас Бояне То Так Отлично Сюда Мы Возвращаем Стену Блин Опять туда Не поставили Автомат Нежу Это Просил Поставь сюда Автомат Или что-то Путаем Сюда Поставим Парочку Кресел Повыпендываемся Вот Стену Вернули Да И Строим Здесь Вот такую Пристройку Эту Дверь Я думаю Можно уже Демонтировать И Что Можно Было Кое-как Проходить В административный Центр Сюда Сделаем Дверку Хотя Знаете Зачем Сюда Нам Эту Дверку Да Стоп 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 Блин Всегда Можно Поставить Офисную Дверь Демонтирую Пока Быстренько Хотя Нет 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 Все Я Передумал Ладно Уже Демонтирую Просто Если У нас Все Одно Сюда Только Водяги Наши Работники Ходят То Зачем Сюда Такую Дверь Можно Поставить Офисную Так Давайте К Новый Подфиль Создадим Чтобы Сюда Заходил У нас Человек Посмотрю Что у нас Здесь Смотрю Что у нас Здесь Почему Дверь Закрыта Что-то Не понял Ладно Так Вроде бы Теперь Можем Еще Банковские Займы Делать Да Можем Можно В принципе Делать Займ Купить Вот эту Территорию Чтобы Нет Давайте Кстати Посмотрим Что у нас Как делать Займы Так А вот Займ Максимальный Займ 2500 Нет Нет Тогда Не буду Так Значит Сносим Вот отсюда Точнее Восстанавливаем Стену Ой Ой Что это я Зачем Сюда Деванты Поставим Да Четы Запутался Надо Убрать И вот Дверг Тоже Надо Довать Говорим Что Здесь У нас Столовая Прекрасно Значит Вот Это Надо Все Демонтировать Я думаю Временно Так Сюда Много Не влезет Да Если Вот так Вот Сейчас Минуточку Здесь Да Вот так Вот Как Влезает Давайте Поставим Здесь То же Самое О Как Все Прекрасно Там Влезло Слушайте Так Может Вообще Вот так Вот Экономно Все Поставить Шуши Серьезно Смотрите Да Все Отлично Прекрасно Давайте Это Все Тоже Демонтируем Вообще Все Прекрасно Влезает Блин Это Как Экономно Сейчас Смотрите Все Просто Прекрасно Здесь То же Самое Да Как-то Я Когда Все Это Делал Я Как-то Не Подумал Об Этом Можно Было В принципе Сейчас И Не Делать Расширение Столового Ну Да Ладно Сейчас Обойте Еще Нужно Будет Расширение Кухни Сделать Можно В принципе Вот Немножко От Доставки Отхватить Да Давайте Так И Сделаем Буквально Вот Столько Отхватим От Доставки Вот Это Хватит Сектора Демонтируем Дверь Вот Это Хорошо Офисное Ну Дела Налаживаются В тюрьме Вот Новое Решение Мы Находим Как И Что Делать Вполне Неплохо Вот Уже Пятый День У нас В тюрьме Боюсь Все-таки Нужно Нанять Нам Бо Да Боюсь Все-таки Нужно Нанять Нам Извиняюсь Отойду На минутку А Что Сказать Что Сказать Я Наверное Минут Десять Разговаривал Сам С собой Да Что-то Как-то И вчера День фейлов И сегодня День фейлов Уж Извиняюсь Люблю Фейловать Местами Фейлить Местами Ладно В общем Нажал на паузу Чтобы отойти И не вернуться Ладно Ну Тогда Перескажу Что у нас Здесь происходит Я Расширил Столового Немножко И Как-то Вот По-другому Разметил Столы Плюс Расширил Кухню Немножко Места Даля Достаточно Нам Должно Хватить Да Потом Как-нибудь Все Тут Более Компактно Перестрою Но Не Не Сейчас Здесь Они Сейчас Готовы Скажу Есть Надо Подавать И Наверное Сюда Все-таки Заключенных Поставлю Вот Камера Достроена Здесь Вода Выливается Через Дверь Да И В принципе Ничего Новые Заключенные Пришли Вот Ой Очень сильно Извиниясь За этот Фейл Блин И Серия Была У Запор Это Вчера И Сегодня Вот Сейчас Какой-то Временной Отрезок Пропустили Хоть и Ничего Особенно Интересного Не было Очень Жалко Надеюсь Вы Мне Простите Такой Фейл Грубый Что Сказать Я только Начинаю С Карьеры На Ютубе Если Можно Так Сказать Постараюсь Фейлить Меньше Ладно Думаю Можно На этом Пока Что Закончить Спасибо Что Смотрели Ставьте Лайки Подписывайтесь Простите Пожалуйста Мне Мои Два Фейла С вами Был Саймон До Новых Встреч